Есть еще и русскоязычное название у нашей рок-группы Юда-Юрсия, это рок-грызуны. Но сегодня мы будем говорить не об этой моей апостаси, о основной моей специальности, о финском языке. И так, финский язык считается одним из крупнейших в мире. Вообще, если так вот посчитать, в мире существует порядка 6000 языков, в финский входит первую сотню, например, сотый. На финском говорят порядка 5,5 миллионов человек, из них лишь несколько сот тысяч проживают за пределами Финляндии. То есть можно сказать, что весь основной состав населения, который говорит по-фински как на родном языке, все живут в Финляндии. И вот сейчас мы можем сказать, что язык может быть очень хорошо. Это по-фински как на родном языке, и это по-фински как на родном языке, и это по-фински как на родном языке. Что в общем-то достаточно хорошо. Это высокий статус. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, почему же если в мире существует порядка 6000 языков, то в Финляндии говорят именно на финском. Я сегодня буду говорить в основном на базе информации, которая содержится в этой книге. Написал я ее год назад, она есть в том числе и в Российской Национальной Библиотеке. И я тоже писал ее в библиотеке, и конечно же в Финляндии проводил основной работы. Ну да. Я очень репутывал ее в Библиотеке, Я очень-очень саима, и я на самом деле сомен-классовая, и можно было еще разобрать сомен-угриллассовым языком, и я очень интересный, особенно на новых новых языках. Я являюсь специалистом по финскому языку. Есть также ряд филологов, которые занимаются финно-угорским языком. Если вы считайте мам, нету, моя специализация это более современная уровня языка. Ну, вот эта книга, я не знаю, что это очень сильно по-русски. Насколько в Существе мы говорим с Волган-мутка. Мы называем часто на сухарьковой языке. Но для того, чтобы написать эту книгу, я нырнул достаточно глубоко в историю языка и в район Поволжья погрузился в то место, где Волга делает значительный свой изгиб. И, собственно, из этих мест и происходит финский язык, то есть его родина, глубокая родина, именно там. Вот здесь я тоже нарисовал Волгу с ее поворотом. И, как вы знаете, Волгасса есть много поворотов, но витаме с кем большее поворотов. Волга вообще достаточно много раз изгибается на всем своем течении, но мы берем вот этот самый большой поворот. И, естественно, когда мы говорим о фактах, которые происходили четыре или шесть тысяч лет назад, понятно, что все это достаточно примерно. Мы не можем с точностью сказать, что было именно так. Так, например, есть теории, которые поддерживают ряд лимбистов и исследователей, что вот такая пра родина, пра языка, который был предшественником финского, находится гораздо восточнее, что вообще этот язык родом из Сибири. Однако все-таки на данный момент большинство лимбистов придерживаются другой теории, что родина финского языка именно вот в этих местах, которые здесь показывают на карте, чуть на вашу под Казахстану. Ну, вот Казахстан. Ну, вот этот язык, который мы говорили в этом Паволжье, не был, конечно же, современным финским языком. Это был древний, прауральский язык. Ну, это был древний, прауральский язык. Так же были серьезные различия. Ну, приведу пример, в частности того, что было таким же. Например, современное слово «кала», что означает «рыба» по фински. В прауральский языке также звучало и то же самое значимо. Что касается различий, их было достаточно много, и в частности они касались грамматики. Ну, вот сейчас мы знаем, что в современном финском языке 15 падежей, в прауральске их было 7. И в частности, украинский язык, эстонский, карельский язык Коми, Мари, Удмутский и многие другие. Несмотря на это, языки, которые считаются родственными, в частности финский и венгерский, они также далеко отстают друг от друга, что даже и не подумают, что они родственные. И вот степени родственные можно сравнить, например, они похожи друг от друга так же, как немецкий на санскрит. В любом случае я, как финн, совершенно не понимаю, когда говорит венгар. Ну, это было, конечно же, очень давно. Но со временем происходили народные миграции, и мы оказались, так скажем, поближе к финскому заливу. Я нарисовал здесь снова еще одну карту, думаю, что эти места уже вам лучше знакомы. Я смотрю здесь. Ну, а сейчас, наверное, все это было. Ну, а сейчас, наверное, только венграция привела народы, собственно, на берега финского залива, и люди расселились и по северному, и по южному берегу. И, конечно же, не все приятки нынешних финнов пришли иметь, и все, что они пришли. Именно вот из района Паволжья. Это была лишь небольшая группа. И так произошло, что коренное население территории нынешней Финляндии изменило свой язык и приняло вот тот язык, который появился в этих местах вместе вот с Паволжскими пришельцами. Ну, вот лично мне это достаточно сложно представить, но вот почему я, например, должен был бы изменять свой язык, потому что кто-то там куда-то пришел или приехал. Ну, вот здесь нужно помнить, что они были очень разные. Ну, с другой стороны нужно понимать, что времена были совершенно иные. Не было школы, не было телевидение, не существовало годифицированного литературного языка и других институтов, которые могли бы поддерживать язык сохранности и без изменений. Ну, конечно же, этот процесс принятия языка вот этого пришедшего народа не происходил как-то за короткое время за один момент. Возможно, этот процесс растянутся на жизнь нескольких поколений, в течение этого времени возможно определенные моменты были люди, которые одинаково хорошо владели обоими языками, были билиngвами, а потом постепенно произошло вытеснение коренного языка. И потому что написать язык не было ничего, мы не знаем ни о нем, ни о нем, ни о нем, ни о нем, ни о нем. Это был древний язык, на котором говорили люди от района Финского залива нынешнего и территории современной Финляндии. Да. Тäältä ajalta, nyt, jos puhutaan sitten, kun suomalais, tai tämä suomen sukukieliä tai esimuotoja oli alettu puhua, niin Suomi ei ollut tietenkään yksin tällä alueella. Siellä oli muitakin kieliä. Когда люди вот в этих местах все-таки стали говорить на этом древнем финском, про финском языке, не нужно забывать, что в этих же местах проживали люди говорящие на других языках. И вот здесь у нас появилось очень много лайн-санулов на языке. Из-за такого тесного соседства с другими народами в современном финском языке существует много заимствований. Сейчас мы говорим примерно о периоде тысячи лет до Рождества Христова. Мы получили вот эти слова. Мы получили вот эти слова. Каула. Сисар. Титар. Ну, я луен nämä kaikki. Ну, вот здесь вот эти слова. Каула переведута. Шея. Сисар. Систра. Титар. Дочь. Heinä. Эли сена или трава. Херне. Горох. Мери. Море. Лохи. Лохи. Ну, вот мы видим, что заимствованными из балтийских языков являются слова, которые отражают базовые, обозначают базовые понятия и родственные связи. То есть это вот сестра, там, дочь. Это очень важные слова и если они оказываются заимствоваными, это значит, что языки, соответственно, народы, жили очень тесным взаимодействием. Но еще один важный взаимствует германские языки, которые использовали в древние времена, вошла язык из германских языков. И здесь я хочу добавить первое слово. И первое слово в этом списке, это слово «эйди», что означает «мать». Одно из таких важных понятий, это говорит о том, что, конечно же, германские, древние германские занимали важное место в жизни Филан. Я могу сказать, что в Суомен кислоте говорили германские, как правило, которые являются самыми культурными пиерами. И в одном же культурном окружении, культурной среде проживали и древние германские, древние финные. И в том числе, у нас есть очень много лайн-санок, и в последнее время уже славянский язык, и здесь есть несколько примеров. Также в финский язык вошло достаточно много взаимствований из славянских языков. Это были взаимствования чуть более поздние. Ну, собственно, из взаимствований это «пахана», что значит язычник ристит крест, пирти – изба, берая – ворота, сапас – сапок, русика – ложка, пиротка – пирог и вопа – свободный. И здесь сразу добавили, что некоторые из этих слов считаются уже поздними заимствованиями. Так мы постепенно приближаемся к времени, когда уже можем говорить о том, что родился именно финский язык. А что удивительно, вот факте возникновения финского языка. Он родился, ну как бы вот разделён на две части. А здесь у меня есть куба. То есть как бы родился в двух местах. Сейчас я покажу, что имею в виду. Ну вот здесь здесь химатичные изображения. Опять же вот Молнискому морю, заливы, Финляндии, и здесь вот живут западные финные. И здесь вот восточная часть. И здесь восточная часть. И это ситуация сейчас в первые тысячи лет. Ну примерно так было в течение первых тысяч лет. И это еще видно в сообществе, так что здесь лентинской части были лентинские и итинские и итинские. И еще можно сказать, что это прослеживается остатки этого разделения и в современных диалетках, как например западные диалеты происходят из этого западного региона, восточные диалекты соответственно из восточного. Но здесь нужно добавить, что из вот этого восточно-финского языка затем родились не только восточные диалекты финского языка, но и языки, которые сейчас считаются самостоятельными языками. Вот здесь вот, из того региона, который показан на картео с восточной стороны, родился впоследствии еще и карельский язык, и жорский, насколько я знаю. И есть причина, почему сейчас, тем не менее, вот эти западные ветви, восточные ветви, почему сейчас это один язык? Это один язык. То есть это единственный, единственный финский язык? Это первый раз, который входит в 1323 году, который входит в 1323 году, и соответственно по этому договору прошла граница, так как показано на картео. Это как раз, который входит в 1323 году, и в 1323 году, и в 1323 году, и в 1323 году, и в 1323 году. Таким образом получилось, что эта восточная часть финского языка была разделена границей, и к западу, то есть к Швеции отошли вот те части восточного финского, которые этим стали восточными диалектами, а к западу, то есть к востоку, в данном случае к Новгороду, к Новгородской республике, отошли карельский язык и вот собственно другие языки, которые на этой территории были. И еще одна причина, почему на данный момент восточный финский и западный финский язык сейчас собственно объединены в одном языке, причина этому это наличие литературного языка. Это следующая тема. Примерно через 200 лет после заключения Римского мирного договора можно считать, что он родился финской литературной. И здесь очень важный человек, который мы считаем прародителем финского языка. Здесь я несколько изменил классическую коверку. И Михаэль Агрикола известный персонаж и деятель финской истории на данном изображении представляет в необычном виде. Ну вот оригинальная картинка. Ну вот оригинальная картинка. Таким образом в 16 веке мы считаем, что родился финский литературный или финский книжный язык. Вот эти события были во многом связаны с тем, что это время Мартин Лютер проводил реформацию католической церкви. И Финляндия, естественно, поскольку была частью шведского королевства, также входила в эту церковь. И Лютерин первая, что нужно срочно выделить их национальную пласть к муку. И идея Лютера заключалась в том, что необходимо ограничить власть церкви и передать часть полномочий простым жителям, ну или в любом случае местным властям. Я думаю, что причиной того, что Швеция пошла на такую религиозную реформацию, является то, что король шведский почувствовал, что может здесь определенным образом обогатиться, то есть может увеличить свои возможности будущего таким местным правительства. И в таком случае, что финны должны благодарить шведского короля за его жадность, потому что именно благодаря ей они получили ее литературный язык. Я думаю, что здесь есть еще одна техния. Так, сейчас ты разберешься? Ну, минутачку. Иси тämän реформаation-кескенный ajatus oli, то есть, что народу надо говорить о киркозе, и в Существе народу, и в Существе народу, и в Существе народу, и в Существе. Одна из этих информаций состояла в том, что о церковных вопросах, религиях и народах нужно говорить на языке народа, а языком народа на тот момент был именно финский. Нименомо Suomen-alueel. И именно вот на территории Финляндии. Нименомо Микаэля Агрикола, который был в церкви, который был в церкви. Здесь и нашел применение своим способностям Микаэля Агрикола, который был служителем церкви, который фактически создал финский литературный язык. Ну, това тietenkin erittäin тärkeя, siis, кielen kannalta, se, nykyisessä yhteiskunnassa, että сillä pystytään kirjoittamaan. Илья, что без критературный язык, не любят язык, ни о чем не говорится в языке. Для сохранности языка вообще для существования любого современного языка очень важно существует язык в письменном виде. То есть есть литературная форма языка. И я думаю, что если бы финский язык, то есть литературный финский язык тогда не зародился и не возник, возможно, его сейчас уже и не было бы. Силой вайстое, то есть ли улитовости руочинский язык. Вполне возможно, что на его место пришел бы швенский. И, конечно, можно сказать, что на его место пришел бы швенский язык. И, конечно, это был одинаковый язык. Наличие литературного языка увеличило единство финных как наций, поскольку они получили, что такое их объединяющие. Но в этот период, что пришел бы швенский язык все-таки был сделан в большей степени, следуя канонам, вот этих западных диалектов. Ну, сейчас мы подходим к еще одному очень важному историческому периоду. Я считаю, что именно вот то, что происходило в это время, собственно, именно 19 век, именно тогда произошло то, почему сейчас в Финляндии говорят на фенску. И, как вероятно, многие знают, что фенский язык в 1889, руочиняющий язык в Венея. Как вы знаете, в начале 19 века Финляндия перешла из-под шведского господства, так скажем, под российское управление. И это как бы как-то в это же время, как в Иринале, как в Иринале, как в Иринале, как в Иринале, как в Европе, началось с государственным ростом. Примерно в это же время, так исторически совпало, во многих европейских странах начался подъем национального самосознания. Таким образом, именно в начале 19 века из-за родилась и была придумана идея финского самосознания, финской национальной идентичности. Что же происходило? На тот момент, что было три языка на данной территории, которые играли важную роль, это шведский, финский и русский. Ну, первоначально, Финляндия была двуязычной страной, где знать говорила на шведском, а простой народ на финском. Ну, нит, венелэстен интерессеяса титкин, что руцинский ассоема маленькая, маленькая. Ну, естественно, в интересах России после вхождения Финляндии в состав Российской империи, в интересах России было снизить значимость шведского языка. То есть, когда Финляндии в составе Российской империи, значимость шведского значительного и целенаправленно увеличилась. Ну, конечно же, был вариант, что финляндия разобьется и будет употребляться русский язык, но здесь были определенные сложности. Ну, первая проблема была в том, что русский язык мало кто финляндии знал. Это означает, что в начале не было достаточно много учеников, учеников или учебных материалов, чтобы изучить русский язык. И, собственно, именно поэтому, начиная с 1889 года последующие 10 лет, не особенно много ресурсов было уделялось бы делалось на то, чтобы развивать изучение русского языка. Это произошло чуть позже, чуть на 100 лет, когда в начале 20 века русский язык был объявлен единственным государственным языком. Но это было лишь временное явление, и русский язык не закрепился, не приорвел устойчивого положения в качестве государственного. Ну, и, собственно говоря, в начале именно 19 века произошла очень интересная ситуация. Существующий язык сознательно его значимость принижалась в то время как русский язык, вот это свободное место, не стремился занять. И, собственно, в начале 1800-х годов, в начале 18-х годов, в начале 18-х годов, в начале 18-х годов, в Финляндии, сопровождались большим интересом к финскому языку, его изучали, его развивали и, собственно, были очень заинтересованы. И именно в это время в литературный язык вошли и, собственно, восточные диалекты. Таким образом уже вот тогда созданный литературный язык вырос вошли в западных и восточных диалектов. Если я подумал, что, почему вероятные и вероятные и вероятные грешки не стыли, потому что Сумузы все начинают сувствовать? Я думаю, что Сумузы, они поиграют не поископ, а поископ на порогде. Суомарские поископыряют, скажем, кто сп о их тех или поископом, который предмог auc� 요리를 подразвинулит? Собственно, почему, наверное, у кого-то может возникнуть вопрос, почему русские чиновники, российские чиновники не заинтересовались этими языковыми процессами, которые в Финляндии происходили? Ну я так думаю, что они просто начали вот эти все дискуссии, общение по поводу языка, незначительным. Ну то есть речь на том, какой будет окончание там на N, на Т, то есть с их точки зрения это была такая ерунда. Возьмите, что Руцик выглядит потенциально важным, важным империумом, ракомпажемом. Потому что в то время именно Швеция воспринималась как источник опасности, и шведский язык, язык этой старой империи. И Финский считался весьма безобидным языком крестьян, но подумаешь. Таким образом, со временем, финский язык получал свое развитие. И в конце 19-го века уже имел достаточно стабильное положение, появились учебные заведения, школы и финский поднялся в общем туда уровне шведского. Возьмите, что это очень важный период. С точки зрения формирования языка, поскольку очень многие понятия, современные понятия были в языковом смысле рождены именно тогда. То есть 19-й век был периодом сознательного создания, сознательного формирования финского языка. Мы можем некоторые здесь привести, какие слова появились, да точно известно, появились именно в 19-м веке. Это слова, допустим, искусство, наука, счет или завтрак, человечество, предсказания, поцелуй, прескурант, бизнес, отдел, сырье, безработица, удача. То есть слова связанные, допустим, с экономикой, с общественной жизнью, с здоровьем и так далее. Возьмите, что раньше 1800-му веке говорили только о каких-то повседневных вещах, а также возможно о религиозных вопросах, может быть, об источнике. Возьмите, что сейчас мы переходим к следующей теме. Возьмите, что финский язык гораздо более старше, чем государство финлянское. Финский язык стал государственным, национальным языком только 17-го года, когда государство Финляндии было зависимости. Возьмите, что в 19-го года, когда русский язык стал государственным, он стал государственным, и уже российский язык защищает. Возьмите, что это было раньше, когда русский язык стал государственным, и уже финский нуждался в защите. С точки зрения развития именно финского языка, сам факт обретения независимости был не столь важным. Гораздо более значимые события с языковой точки зрения произошли скорее в конце 19-го века. Но, конечно же, независимость финляндии несомненно способствовала развитию языка, способствовала процветанию этого языка, потому что независимость гарантировала его применение. Возьмите, сколько таки Суниска говорится в 2017 году? Ну, собственно, теперь вы знаете, почему Финляндии в 2017 году говорят о финском. Ну, поскольку меня интересует современный язык, я, конечно, задумываюсь и о том, а будут ли в будущем говорить о финском. Ну, конечно же, будущее это что-то очень такое отдаленное, не всегда понятное, но поскольку сейчас у нас юбилейный праздничный год, я буду optimистом и скажу, что да, конечно, будут говорить о будущем. Я считаю, что, конечно же, финский язык будет сохраняться, будет жить. Есть масса причин, которые объясняют, почему это будет именно так. Одна из причин, это то, что финский язык живет и изменяется. Так, например, в финском языке появляются новые понятия, которые отражают новые современные явления, происходящие в мире. И еще один очень важный фактор для сохранности языка это то, что на этом языке ведется преподавание, причем преподавание на всех возможных уровнях и по возрасту и по значимости, то есть от детских садов до университета. И, конечно, основная причина, которая позволяет языку жить и сохраняться, это то, что на этом языке родители разговаривают со своими детьми. Так вот финские родители, они именно на финском со своими детьми разговаривают. Ну, конечно же, не все абсолютно, потому что финляндия на тот момент это национальная страна с разными языками, естественно, родители могут разговаривать в других языках, но все-таки, наверное, большинство, подавляющее большинство финляндии. В общем, язык умирает тогда, когда его носители язык не ценят. Тогда он, так скажем, приходит в упадок. Это, конечно, из меня вера в ускорбе. Это согласие пара вставать в Суоминке это. Ну, а я верю в то, что финны свой язык ценят, любят и уважают. Да, я верю в себя. Вот, и поэтому он, собственно, сохранится. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ